Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. Сегодня я буду говорить, если необычное, мне буду помогать. Человек, которому разрешено здесь говорить вслух, то есть такой же чтец, читатель Библии, я плохо стал видеть, и записал, и засомневался, правильно ли прочту слова-то. Выход есть. Как в одном месте римляне издевались над человеком, Иуда Бен Гурфием, ослепили его, а другого допытого вырвали язык, а он богатырь. И теперь этот богатырь носит другого слепого, он за него говорит, мы друг друга дополняем, этого отняли ноги, этого язык. Я вам говорил, когда батюшки нет, меня попросили об этом, я решил озвучить надписи, какие у нас есть. Что самое враждебное в мире, чего сатана не любит, вот в этом интервью с дьяволом. Это все касается Библии, Слово Божие. В левой женской стороне, здесь в двухнем сделанную надпись, считаем Амоса, 8 глава, 11 стих. Читать и смотреть на меня, где я подниму руку, остановиться. Медленно-медленно разберем один стих, пророческий стих, страшный стих, касающийся всех людей на земле. И начало его вот отсюда начинается сегодня. Итак, пророк Амос, пастух обыкновенный, он мне дорог тем, потому что я пастух, и отец у меня 40 лет пастух был. И когда Бог его избрал, я еще скажу, иди, Бог уже вложил в твои уста, язык произнесет что угодно ему. Вы запомните, когда говорится Слово Божие, это не просто что-то новое, а Священное Писание. И третье название, Святая Библия. У нас просто Библия пишется. На всех языках написано Святая Библия на корочке. Holy Bible, английский, Heiligen Bibel у немцев, Святая Библия. Я поэтому добавляю это слово, которое в русском языке, но она святая. Из всех имен, а у Бога примерно 500 имен в Библии, на первое место выходит слово. Вы, что я говорю, сами в себе знаете Писание, и смотрите. Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и далее говорится, и сказал Бог. Новый Завет начинается. Евангелие от Иоанна. Вначале было слово, с большой буквы, слово было у Бога, и слово было Бог. Ему имя, слово. Почему не Агнец здесь? Агнец это важно для нас, он умер за нас. Он есть любовь. Здесь, это все будет в другом месте сказано. Здесь и слово было Бог. То есть в Троице это слово намертво вмонтировано. И все люди, которые этого не знают и не считают его равным, они на суде Божьем будут в печальном положении. Нет другого имени под небом данного человеком, которым отлежало бы нам спастись. У меня много бесед с людьми другой веры. Я им показываю. У вас что там? Своя книга святая? Так вот в той книге там-то, там-то написано о христианах. Называется Люди Писания. Это удивительно. Нас называют Люди Писания, у которых Писания нет. Это нам авансом дали. И мы должны это оправдать. Люди Писания прямо написано. А раз Люди Писания дальше написано. И дал им Бог Евангелие в их книгах. Сами они враждебные. Более враждебные по отношению верующих христиан на земле не было группы людей массовой. И прямо написано. И Всевышний сказал вам вы исполняете его. То есть вы не исполняете, а вы исполняете его. Итак, мы говорим из Слова Божия. Библия писалась в течение примерно 1600 лет, считая первой книгой Бытие. Наравне с ней идет книга Иова. Никто не знает, когда написали, но судя по тому, о чем они говорили, было близко к этому времени, что он знал. Вот две книги, самые древние. За тысячу лет до Рождества Христова написано Псалтырь. Почти за тысячу сын Соломона пишет. Три книги. И поэтому две тысячи добавляем. А за 600 лет до Давида об этом пишет Моисей. Ему Бог сказал, Дух Святой внушил. Писали Святые Божьи человеки. Не просто святые, а Божьи. А теперь движимые Духом Святым. Устрашитесь, кто не ценит Библию. Просто устрашитесь. Более ценного ничего на земле нету. И видел я посреди неба летел ангел и нес вечное Евангелие. Все библиотеки позади остались. Живые они или нет? Были люди, которые не хотели говорить, выходить. И так Моисей и я косноязычен. То есть за их он говорил и дальше не знает. Это не препятствие. Ты должен говорить. Да я не могу. Брат у тебя есть. Он будет. Ты для него как будешь. Или он видит тебя как Богом. Он покажет. И так из Слова Божия мы начинаем смотреть. Так ли это? Тут есть. Атлас принесли у нас на стеле лежит. Я вчера посмотрел, как много данных люди берут. В каком году, когда, на какой язык была переведена Библия? Сколько за ней крови стоит? Переводчики. Они отдавали себя на растерзание толпе. за то, чтобы известно было. Кирилл и Мефодий, славянские просветители, арестовывают их католические попы, священники и держат их в тюрьме за то, что они на славянском языке принесли. Только на латине. На латине вообще мы не знаем. Тут-то с пятой на десятой ухватим. Господи, помилуй только. И папа встал на его сторону и тогда официально разрешили. И он назвал то, что они придумали. Можем проповедовать Христа, учить людей богослужения вести только на трех языках, которые написаны были на кресте. Еврейский, греческий, латинский. А кто это сказал? Он назвал трехязыковое ересь. А только на церковно-славянском. Мы добавим четырехязыковое ересь. Это церковно-славянский язык надо учить. Нам Бог дал пройти здесь ровно посередине. Среди тех завещаний, которые я даю, еще раз подчеркиваю, ни шагу не двигайтесь дальше. Я не знаю, кому это так дорого еще было. Я все время молился и молился об этом. И мы вошли. Фактически все из Библии считается на русском языке. И никогда-то при нашем епископе Евтихии, при сегодняшнем митрополете Сергий до этого приезжал Максим Дмитриев, а это митрополит Сергий Иванников. И они приезжают со священниками, с якорами и читают по-русски. То есть мы не сами это Бог указал золотую середину, не перешагивайте ее. Дальше начнется совершенно другое. Вот все у нас по-русски. Они не будут вести службу. Мы потеряем людей. И за этим что стоит, это сокрыто. Только они в нашу пользу будет. Здесь они свободно это приняли. И при том еще что, все что библейское, но поется, у нас поется по-церковно-славянски. Это Бог указал эту золотую середину. И принял это наш епископ Евтихий. А он был против. На три года нас заблокировал. Ни одного слова, чтобы не было разговора о языке. И мы три года до 23 мая молчали. до 23 мая пошли дальше. То есть не здесь запретил он считать, а не говорили, чтобы никому. Может быть, он ошибся и промахнулся, как говорят. А мы так и продолжали служить. У нас на церковно-славянском. Мы православные. И где бы мы ни были, мы даже это говорят. У нас служба идет на церковно-славянском. Но все библейское. По синодальному переводу 1876 года, перевод, который одобрен был синодом, всеми патриархами, какие у нас были зарубежной церковью. И что самые большие, такие бывают назвать деноминации, это нехорошее слово, как и ересь прикрыта этим словом. Это баптисты и другие, самые многочисленные. И они пользуются все синодальным переводом. Издает брюссельское издание католики на нашем синодальном переводе. Где-то оторвали 11 книг, сектанты там, но синодальный перевод. У нас тут было для глухонимых написали, и я гляжу, псалтырное чтение не то. Откуда взяли? Это новый перевод убрать. Убрать, а куда? Да сожги, и все, сделать, отпечатать новое. Поэтому новое. Поэтому держаться того, что я сказал. некоторые начинают, а почему так, никаких чем, давайте голосовать, не надо голосовать, ты пришел на готовое. Мы с великим трудом достигли этого, выпросили у Бога. Как нам не изменуться? И нас восприняли все, те, которых вообще по-русски ничего нету. Вот эту золотую середину, я не знал ее, я просто вымолил ее. И вот эти надписи, которые у нас между икон. Батюшки не было, а мы это сделали. И положили на стол здесь, на русском языке Библию. Ну и молиться стали. Батюшка где-то ездит, по мощам, по дальним весям, деревья. А вернется, как он отреагирует на это? Он приехал, ему сказали это. Он говорит, а почему решили, что я не приму это? Я давно жду этого вроде. Какие он слова сказал, но только как бы удивление у него было, что мы его не знаем. Он за, он другим говорит. И вот у нас лежит здесь Библия, изданная в Патриархии. Батюшка специально заказал вот такой переплет. Все прекрасно. Тут другая была, но тут одно было венчание у одних, и батюшка взял и подарил им, а другое заказал. Итак, еще скажу, наиважнейшее слово. Вот спрашивали при советской власти, вам что мешали, что вам препятствовало в небо войти? Ну, самое главное пост и молитва. Поститься мне советская власть не запрещала, ни в тюрьме, ни в больнице, да хоть вы все помрите. Сколько я буду поститься? День, два не пить, пожалуйста. А что еще? Ну, пост и молитва. А молитву вам запрещали молиться? Нет, да хоть всю ночь напролет молиться. Но власть строго следила, чтобы нигде слово Божие не звучало. Это было в первоапостольские дни. Они молились, по домам собирались, ходили, а тут стали говорить. И сразу же арестовали апостолов. Не запретили ли мы вам нахребко упоминать об этом имени? И вот вы наполнили весь Иерусалим. Вы же не боялись. Сказали кровь его на нас, на детях наших. А чего вдруг испугались? По-вашему он умер, не воскрес. Как вам мертвого боитесь-то? Но везде зазвучала проповедь. Теперь против проповеди, против признания смерти, воскресения Христа, дьявол бросит миллиарды людей бороться с этим, что он не умер, не воскрес. Мы должны погонением узнать, вот у англичан есть поговорка, если ты что-то делаешь, у тебя нет сопротивления, то дело твое не устоит. Если новое что-то. А у верующих понятно, если нет никакого гонения, сопротивления, дело твое не угодно Богу. Это оптинские старцы об этом говорили. Если гонение, немалое гонение, поношение, значит все правильно идет. Итак, первый указ, который дал для Клетиан, четыре инсиклики выпустил, это против Слова Божия. Изымалось и уничтожалось Слово Божие. Слово Божие с каким трудом проникало в тюрьмы. У меня близкий человек, герой веры, Устинов Александр Иванович. И он рассказывал, как к ним доставалось. Посылку получают все, допустим, булка, хлеба, ее обязательно разрежут, нет еще внутри. Поэтому получается, слисалось свиное, но разрешалось им. И оно разрезано уже на это. Ну и власти разрезано туда. А вот я разрезан, все-таки там есть сантиметра два-три-то. Вот в это время просверлили туда, во что-то заворачивали, чтобы не испортилось, по отдельным листикам туда заталкивали. И Слово Божие приходило. И там делили на отдельные отряды, баптистам, писятиникам, потом менялись, Слово Божие звучало. Против Слово Божие всегда воевал враг. И сегодня оно открыто. Вот сегодня я хочу вас просто как бы предупредить или напомнить. Сейчас идет какая-то работа в правительстве Российской Федерации по смене Конституции. И уже заранее в панику впадают. Это теперь, это то, да было, да еще хуже будет. Молиться только надо, не судить. А что у них будет? Они сейчас законы такие примут? Не знаем. Такого закона издать сегодня, что верующим нельзя молиться? Они не издадут, мы будем молиться. А вот относительно Слово Божие будут препятствия, быть может. Вот закон называли какой-то мировой. А ничего на нас не подействовало. Вы работайте, будьте благовестниками. Что примут, не знаем. Мы будем молиться, чтобы умудрил Господь и главодами, и всех, которые помогают. Мы в дороге ехали, вот тут брат один, с которым мы в дальних путешествиях были. Что нам не нравится в этой власти? Что мешает нам для спасения? А сами за границей. Да мыслить нельзя было, чтобы выехали с тоннами литературы, да раздавать. Худо-бедно 650 остановок и везде выступали. Прошли всю Европу, Скандинавию, Прибалтику, Север, и нигде, никто, ни в одном государстве, ни в России нас не тронули. Этого нам не хватает? Спать не надо, работать надо, но мы ценим то, что потеряем. Имеем, говорит, не ценим, а потеряем, плачем. Это где-то недалеко. И вдруг вот молодые юноши, красивые девицы, что они ищут? Что? С 11 лет каждая девушка, как писал Горький, думает только об одном, как бы удачно выйти замуж? Ничего больше нету. Здесь другое будет. И рядом женихи, и она будет только одну, и Библию почитать ее нету. Все изъяли, обыски будут, изымать будут. А где оно будет, мы не знаем, притом по всему миру это будет. Итак, первый стих. Амос 8,11. То, что у нас на стене висит. Когда будете проходить, читайте, вспоминайте, что я вам напоминал. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Стоп. На меня поглядывай так маленько. Значит, хлеб, может быть, есть, а может быть, не в полноте, но они хлеба ищут. Обычно за хлеб все отдают. Воды нету. Из-за воды, ой, сколько на земле горя всякого. Войны шли. Байкал продают. Трубами гнать чистую воду. Не знаю, будет это или нет, но здесь жажда слышания Слова Божия. В интернете звучит. Я насчитал Библию два раза. На пленку сначала начитал, а теперь на компьютер. И если вы заляете мою фамилию, имя и Библию, и сразу пойдет она. На нашем канале стоит по отдельным главам стоит вся разбитая. Все с неканоническими книгами. Слушай. На дисках мы выпускали может не сотни, а тысячи. Тут у нас один был и говорит. Вот я поехал в другое место. Поднял руку. Остановились машины. А только сел, слышу ваш голос. Крутится. И они сидят и слушают. Так это натолкнуться на них. Приехал, когда в монастырь, говорит, только зашел, уже вечернее время. Я зашел, здравствуйте, откуда из Барнавула? Они сразу спрашивают о нас, о Библии. Мы даже не знаем, как широко Господь распахнул ворота Слову Божию. Итак, они будут искать. Жажда. А что такое жажда? Не могу, пересохло. Умираю. И кровь сгустится, а один тромб из человека нету. Это жажда. Но не эту жажду, а жажду слышания Слова Божия. Нет его этой жажды. Нет. Ну, ну мало-мало где ищут люди. И что дальше? И будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку. Так, от моря до моря. Это значит, где-то, ну не рядом, от моря до моря. Возьмем северное, это к югу. От севера куда? К востоку. К востоку. А больше к северу к югу, от севера к востоку. Север это холод, а восток это священное писание. И восток сошел к нам. Сам Иисус называется востоком. Земли мир в человека благоволения. Прямо. Восток. Может, здесь тоже значение имеет, что все-таки от происхождения Слова Божия идет от евреев. И туда будут обращать взор охладелая, не имевшая тепла от Слова Божия. И будут искать. Духовно можем понять. Еще? Ища Слово Господне и не найдут его. Вот самое это главное. Такие усилия будут делать. Ходить. Не ездить, не летать, а ходить. Так в интернет. А что интернет-то? Одна кнопка и у нас никого нет. В чьих руках-то все? Все это дело, это в моем мире был, это вообще система равной не было. Представьте себе, у меня набирается 10 тысяч человек. Ну, друзья, я три кнопки только переключаю, там давно, даже не за, ну, вы знаете, курсором. Одновременно сразу получает 10 тысяч 12 фотографий. Я снова переключил текст 50 или 5 тысяч знаков, знаков, букв. Сразу получает 10 тысяч. Ну, начали всякую мерзость распространять, обрезали все, сейчас, может, только три, только три. И по одному, а четвертый уже кривые буквы разгадай, иначе заблокируют. 10 тысяч и никакой преграды не было. Значит, вели себя плохо, лузда есть. У них всегда дубина под рукой, то есть у Бога. И так нас вышибут одним моментом. У меня называется это ресурсы, равных в интернете нет. Самое большое я увидел, кажется, у Осипова, профессора Академии, 1750 роликов. У меня 20800. Более 5000 во всем интернете ни у кого нет. Чужие берут, это наше. 20 тысяч. Это пятикратная книга Геннесса записать. И все о Слове Божьем, занятия идут, богослужения, ну все о Боге. Одним разом все отрубят. И поэтому мы должны знать их правила. И при том у них как? Два предупреждения и намерто уничтожают нас. Мне уже выносили три предупреждения, но предупреждения, кажется, два месяца только. Если два месяца прошло, замещания нового не было, оно снимается и не поминается. А как? Я в деревне снял, как скотину продают. Вот поймали ее, привязали, все нормально. Но момент, когда втыкал ложь, вот это вот нельзя. Хотя мясокомбинат все идут. Дальше уже обделывают, тушь, это все можно. Вот как хочешь. Одно время, я не знал даже об этом, обходи. один напрасно напал, им одно занятие в университете присвоил себе с Украины и говорит, я у него похитил и выставил мне предупреждение, я должен был в администрацию подать и дояснять. Аудитория мною снятая, студенты, люди мои, снимают, Иван Суворов, священник. Как его может быть-то? И там разобрались, и он снял, нужно, чтобы он сам сказал, а иначе против него что-то будет делать. Итак, мы должны быть очень осторожны. Будут ходить от моря до моря, поэтому детям своим это говорите. Даже они не верующие, но они в трудную минуту будут знать, куда обратиться. Я наказываю, как меня хоронить? Не обывать. Гроб не обивать. На грудь мне положить зламинированное Евангелие. Я, как раз, братом Сергеем говорил сделать. И на кресте, чтобы написано Евангелие бесплатно, можете брать тоже зламинированное, чтобы... и любое, потом вы смотрите и дальше потеряете. Там мало людей будет. Я хочу из гроба проповедовать Слово Божие, которое полюбил 27 сентября 1962 года в 17.00. Я впервые увидел Библию. Впервые дали мне в руки. И сердце мое вспыхнуло любовью. Я понял, это не буквы, это голос зазвучал с неба. И вот поэтому ну и результат такой. Вы дети, рожденные от Слова Божия, здесь стоящие. А сколько их в интернете, мы даже не знаем. Как сегодня пишет доктор богословия, Павел Борисков, тысячи. И на севере везде. Мне каждый день сообщают. Почему? Я тут совершенно ни при чем. Бог и благодать. И далее. в тот день истоевать будут от жажды красивые девы и юноши. Так. Знаете, истоевать, то есть красота будет уходить. Я не нашел. Я думаю, как будут встречаться. Может быть, еще телефоны сохранятся, мобильные. Ну, где-нибудь Библию встречал, нигде нет. Ну, хоть кто-то спрятал, раньше же как-то прятали. Нету. Они в этой тоске будут истоевать. Красота будет исчезать. Вот вообразите, человек так желает. И сказали, что где-то есть, где-то. Погибший сын там, допустим. И она будет ходить и ходить, и ходить, пока не найдет. И не успокоится. А если не найдет, она внезапно посидела. Она поняла, сына нет. Это столько таких рассказов. И не найдут, и будут красивые девы. И красота исчезнет. И юноши. Ну, поженитесь, доживите спокойно. Бог даст жажду, пошлет жажду. Это по благодати. Я вам говорю, ведете занятия с детьми, мне нравится, как ведут занятия здесь, но вы все время задавайте им, завучивать наизусть. Они завучивают. Нас в интернете наши занимаются. И Вячеслав, этот, Семенов, он говорит, а почему не запоминать? И каждому дает, так, до следующего занятия выучить, и уже там все, он и список. И люди спрашивают, когда это будет. И он отметки ставит им. А это по разным странам расходится. Любить Слово Божие. Православные не знают. Мы для того, может, и живем, чтобы пробудить жажду сегодня, пока не поздно, пока можно достать, пока можно не истаивать и иметь Слово Божие. Ведь мы раздавали только в окрестности. Мы, маленькая потеряевка, мы раздали в окрестности больше 30 тысяч евангелий. Вот, коробейнику, тут крестный код, каждый год туда чудотворная икона. И на селение, допущено тысячи человек там, и только два евангелия нашли. А мы там раздали примерно 450 или 470 новых заветов с псалтырию. И священник нас выгнал оттуда. Милицию вызвал. И все это заснято было. И что? На него мы написали, сказали же, а его епископом сделали теперь. И не где-то, кажется, в Рубцовске есть. Если будете с ним, можете побеседовать. А есть Роман. Он уже монах был. Вот так. Мы написаны в Писании, чтобы Слово Божие было написано, говорят, вот они коробочки держат. Хранилище расширяет. Больше вложить туда написанные рулонщикам евреи. На воротах, на косяках то есть, вот мы и сделали это, что у нас сюда везде Слово Божие. Православие пока нигде нет в храмах этого, между иконами. И батюшка это воспринял. И митрополит этот приехал и однажды увидел. И там написано так. Так как ты оставил меня, говорит Господь Бог, то вот я прострую тебя руку мою и погублю тебя. Я устал миловать. Тогда был епископ, Сергий подошел. А где это написано? Солнышко там падало и выгорело. Иеремия 15 глав 6 стих. Ни один человек, ни священник, никто не интересовался. А он, приехавший сюда епископ, первый подошел к стенке, все просчитал. А тут что-то не указано, почему. Почему этот митрополит так дорог нам? мы не под его дланью, но он как отец родной для нас. Он снял все поношения, все во всей епархии, как будто никогда и не было этого. Молитесь о нем постоянно, чтобы Господь его для нас сохранил хотя бы. Так, дальше. Еще. Следующий стих. Дальше пророчество начнется. Это у нас только отрывок. Дюныши и девы, которые клянутся грехом самарийский, говорят, жив Бог твой дан, и жив путь Версавию. Они падут и уже не встанут. Дан. Это колено данного. Когда в откровении перечисляется и 12, колено израилевых перечисляют, а его там нету. Ну, дан это сын Якова. Почему его нету? Оказывается, из данного колена антихрист будет. 12 частей, 12 колен. Из колена Иудина кто? Лев из колена Иудина Христос. Это из колена данного. И жив Бог твой дан. Сядет в храме, как Бог, выдавая себя за Бога. И будут говорить, жив Бог твой дан. То есть эти люди вполне могут переместить. Зачем вам Библия? Я понимаю, как будут говорить. Зачем? Да смотри, какие книги. Что есть это? И они, люди, это падут, отходили и не встанут. И кто примет это начертание, звери нельзя ни продать, ни купить. Я попрошу еще брата просчитать несколько мест. Там, апокалипсис 22.17. С абсолютной точностью считаем. Прямо из Библии. И дух, и невеста говорят, прииди. И слышавший да скажет, прииди. Жаждущий пусть приходит и желающий, пусть берет воду жизни даром. Вот 7.37 Евангелия от Иоанна. И там, кто жаждет, иди ко мне и пей. Как сказано в Писании, из черепа потекут реки воды живой. Не молчите. Не просто я пришел, отстоял и ушел. Вы сами понимаете, что Бог будет судить по слову своему. По слову. А что нам известно, какие вопросы Бог будет задавать? Известно. Матфея 25 глава. Я был голоден, одним накормили, другие не накормили. Жаждал, напоили, не напоили. В темнице был, посетили, не посетили. Был в узах, болен, не навестили, навестили. Известно, очень хорошо. Но главный это вопрос. 12.48 Иоанна Гелетяна. Господь Христос сказал, я не сужу вас, хотя он будет на престоле судья. Слово, которое я говорил, оно будет судить вас. Я это прочитал, может быть, на другой день, как Библию дали мне, не Библию, а подарили Евангелие. Работал на корабле, я прочитал и понял, все мои знания, что я много сейчас занимаюсь на разных языках, это не потребуется. Господь, освободи меня от всего, чтобы слово звучало. И на работу пришел такой, чтобы ум не был занят. Настилаю полы, делаю печи, а в голове писания, я разговариваю, беседую, составляю проповедь. А то я не могу, от тебя это зависит. И при том работу можно найти денег от сварщика, у тебя был печник, это очень денежно, тем более, у тебя хорошая выработка. Я в день зарабатывал больше, чем за месяц на производстве мне давали. Тут вообще в каждом деле надо знать, пользу приносить. И чтобы слово Божие внутри было, как говорил Серафим Саровский, плыть в Евангелие. Он в Котомке носил Евангелие. В Котомке. А оно, Серафион, любил слово Божие и все отдавал. И однажды сидит, у него на нем ничего нету. Я повторяю это. Он Евангелие так зажал и сидит. А кто тебя раздел? Может, полиция подошла? Он говорит, «Оно меня разделало». Евангелие сказала, «Поделись с ближним, а доявил, более нуждаются, чем я». Итак, слышащий да скажет, «Приди!» Зачем воду жизни даром? Это сегодня. У нас на занятия здесь остаются одни и те же люди. Понимаете, сегодня ты можешь расклад любой делать, но на суде Божьем будет вот так и так. Я знаю, у нас есть очень добрые люди. На занятия никогда не ходят, на собрания не ходят. На занятия у нас три занятия идут в интернете, занятия по слову Божию. Утром молитва присоединяется, вас там нигде нету, мы только молимся о вас. Но вы сами должны их сделать. Переломите себя и не бойтесь, что вас кто-то увидит, что-то скажет. Это пустое. Нас весь мир видит, перед Богом известны. Ангелы видят, нечистая сила нас видит, нам кого бояться? Вот брат работает где-то в таком месте, где тоже могут в армию идут у нас, когда бороды не трогают. Тоже известно. Что тут скрывать-то? Мы же верующие. Не бойся. Я поступил неправильно, но ты меня не показывай. Вот снимай это. Все время спит человек. Ты это вбойся. Горе спящим. Стань спящий, воскресни из мертвых. Ты мертвец и осветит тебя Христос. Нет, что меня не знали, я сплю. Тебя любят, тебя вытаскивают из этого положения. Сонный не войдет. Итак, мы наристалище, на стадионе. Многие бегут, но один получает награду. Итак, бегите, чтобы получить. Бегите, сонные не бегают. Еще одно место просчитаем. Первое царство. Третья глава, первый стих. Пока ищут, я прочитаю. 28.15 есть. 28.6 Первое царство. Ну, прочитаем одно место. Третья царство. Третья глава, первый стих. А первое царство, первое. Первое царство, третья глава, первый стих. Отрак Самуил служил Господу при Ильи. Слово Господне было редко в те дни. Видения были нечасты. Представьте, это говорится об одной стране, которую Бог избрал в Аврааме. И единственное слово во всем мире нигде не звучало. Нигде, в одном месте. И в этом месте Бог ничего не может сделать. Наказывает, в плен. Они идолам кланяются и все. Бог сказал в законе, кто будет кланяться? Даже любимая твоя красивая жена, которая лежит у тебя, голову на грудь положила и скажет, знаете, а тут Бог лучше, другая мера. Пойдемте туда. Да не пощадит ее рука твоя. Ты завтра же должен сказать и побьют ее. Она должна умереть. За одно слово еще никуда не перешли. Уже зараза выжигается. Это в Библии нам написано. И они все время тянутся к идолам. Смотри, что Соломон наделал. Сколько их настроил. Мудрость такая была. А что, женщины совратили его. Так что, несмотря на, как пенис и вино, оно укусит, как змей и ужалит тебя. Почему написано, разбирался в женщинах-то, Соломон. Семьсот жен до триста наложниц. Это вообще ужас какой-то. А у князя Владимира было в два раза больше две тысячи. И что? Но если так написано, то он-то должен знать. И говорит, я нашел, что женщины горше смерти. Смерть это уже конечная. Говорит, кошелек или жизнь. А тут горше смерти. И не гляди, какая она. Самое главное ищи в ней вера в Бога, ревность, к труду, к молитве, какая она. И ни одного слова против, нигде мужу не сказала. Письмо написала, пока он о меня не поставит, не посылай. Вот оно, где ошибка его была, он им потворствовал. Еще прочитать придется Исайя 30-я глава, Иезекииле даже можно прочитать, Иезекииле 7-26. Беда пойдет за бедою и весь за вестью и будут просить у пророка видения и не станет учения у священника и совета у старцев. Не у старцев, не у священников. Беда за бедой идет. Вот в Израиле было, они любят деньги, евреи, золото. И они, люди жертвуют, там ящик какой-то, там мусор попадает. Выбрали все, говорят, ну там посмотри, стали копать что-то твердое, что там, не знаю, какое-то полено лежит. А это свиток, вытащили. Это свиток, а что за свиток? В храме, в Иерусалиме, ни один человек в стране уже не имеет слова Божия, это избранный народ Богом. И когда они начали считать, они в ужас пришли, решили, надо отъяснить, вот фильм Иеремия как раз так начинается, и тогда к царю разодрал одежду. Это все на нас идет. Я думаю, как они справляли праздники, ну, знают, Пасхи, яйца, куличи, дальше-то не идет. Вода, если есть какая-то, освещается, ну, особенно героическим, фрор пролезьте. Да вынужден живым, чтобы не затянуло тебя, а это все во вред идет. Слова нету, и нашли слово, и в стране все изменилось, а сразу и объявили, пост назначили, вернуть, где слова нет, там мертвы. Когда ты дома считал слово Божие, сам себе скажи. Когда ты запоминал, что там написано, жизнь заканчивается, некоторые Евангелие еще не прочитали, и Библию не прочитали, а меня не буди, я сплю. Это полюби к тебе говорят. Возьмите слово наобратное, принеси изменения перед людьми и попроси прощения у Бога, как тебя любят. Только зашел, уже уснул, занятия идут, или что-то уже спит. Это мертвое состояние, страшное состояние. Я говорю о слове Божьем. И еще Исайя, пророк 30, 21. Значит, Иезекий, говорит, не будет ни священников спрашивать. Бесполезно, они не знают. Исайя 30, 21. И уши твои будут слышать слово, говорящие позади тебя. Вот путь, идите по нему. Если вы уклонились направо, и если бы вы уклонились налево, тогда вы будете считать скверную оклад идолов и серебра твоего. Это уже 20 лет. Правое, это фарисеи. Они все добавляют, добавляют. Ну, православное. А налево, это сектанты, еретики, садукеи. Все отнимают, отнимают, книги отбросили. И хотя бы ты туда-сюда уклонился, но голос уже звучит и направляет. Прислушайтесь к слову Божию. Я в трамвае тут еду однажды. Ну, реклама. Блюдо с колбасой. И написано, не хлебом единым жив человек. А дальше написано, но всяким, не колбасой, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Дальше-то, ну, нет уже, ну, не свининой же этой. Не хлебом единым жив человек. Хорошие слова. И можно выдрать и слово Божие, и куда прийти. Так. Кажется, у меня это Исайя 5-6. Посмотрите. Ну, закладки тут нет. Ну, если нет, можно Михея последняя 3-6. Завершающая. И все закончится при Дане. 3-5 года. Над всем миром будет один правитель. Границ не будет. Денег не будет. Все печать защипировано будет. И Михея 3-6. 3-6 стих. Посему ночь будет вам вместо видения, и тьма вместо предвещаний. Зайдет солнце над пророками, и потемнеет день над ними. Видите, Бог как бы ни грозил, но, говорит, выход есть. Весь мир согрешил. И однако корабль строится, ковщик, и Бог спасает, и продолжает дальше. Содом и Гоморра гибнут. Погибнут. Но Бог все-таки выводит оттуда. И все-таки их вышло 5 человек. Один отстает дорогой. Да и дочери-то что удумали? Зачем Библия-то написала, что они напоили вином, и восстановили семя свое от него? И сегодня говорят, да у вас тут порнография сплошная. А меня это привлекло, что, кажется, говорить не надо. Вица грешил, чужую жену взял, мужа убил. Библия все говорит. А не надо вот это. Не надо это, чтобы не знали. А фактически-то репортаж идет по прямой линии, как называют онлайн сегодня. Библия. И никто бы не знал про Лота, и про дочерей его, которые сделали, которые враждебные народы от них дальше будут. Зачем? Мудрость Соломона. Бог с ним разговаривает. Открывает слово, истину. И вдруг он пошел такой стороной. Зачем это было писать? А не нам решать. Дух Святой движет людьми. Поэтому никогда не бойтесь обречающего. Иоанн Затаус говорит, Сатана все перевернул. Бог заложил в человека совесть. И по совести любой грех стыд все-таки. Но не наружу, не на площади. Это уж совсем какая-то, не знаю, там, пусть орать только может и делать. Мерзости эти. А каяться легко. Сбросить с себя это. Прийти в храм православный. К священнику, на тайной исповеди. Сатана все сделал. Грех делает бесстыдно. А каяться, а что я пойду? Наоборот. Грех делать стыдно. А каяться не стыдно. И поэтому стыдно, что ты спишь. А что тебя будет, показывает не стыдно. Ты благодари Бога. Я говорю не только спящим, но и духовно спящим. Итак, когда идете по храму, считайте, будет это жажда. И где мы будем? Успевайте родным и близким. Раздавайте Евангелие. Мы даем. По благоценению патриархи Кирилла крупным шрифтом, жирным шрифтом. Я не знаю, но несколько миллионов, видимо, мы сколько нам полусыдают? Тысячами. Мы раздаем. Другие у нас берут. Так это во всех странах. Странно идут другие. Вот и все. И каждый раз. А как вы к патриарху относитесь? Припомните доброе. СНР пока так. Где Слово Божие было забвение, а сегодня мы свободно имеем. И чтобы была хорошая конституция, молиться за президента, за Думу, за всех. Я писал, заступался со свидетелей Егова, уже трое мне ответили. А в епархию писал, там 30 раз ни разу не ответили. Вот и делай сравнение. Богу нашему славу. Аминь. Аминь. Аминь.